Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала, с вами Виктория Снежина, у нас с вами марафон видосов И это видео про мои штрафы и ДТП, в которые я попадала за 4 года своего вождения Для 4 лет вождения это не самый страшный перечень ДТП и штрафов И я это все отнесу скорее к жизненному опыту и к реально очень полезному жизненному опыту Чем если бы эти все вещи отсутствовали бы Я всегда к штрафам и ДТП отношусь как к новой грани того, что я сейчас должна изучить Это очень любопытно Кстати, мало ли будет кому-то интересно, я никогда не давала ментам взятку Вот как-то у меня с этим не складывалось Ну не в смысле, что я пыталась, давала, а они не брали Нет, а в смысле, во-первых, мои нарушения не были столь серьезные Во-вторых, они сами мне шли навстречу Сейчас расскажу как И, ну, как бы не требовали взятку, а чуть по-другому выходили из ситуации И плюс как-то вот я не нарушала таких серьезных вещей, чтобы вот, ну, стоял вопрос либо права, либо деньги И так как я работала торговым агентом, да, я очень много ездила И, соответственно, я тупо во многих местах пополняла статистику Потому что, когда ты работаешь за рулем, ты должен понимать, что ты на дороге всегда пополнишь какую-то статистику Любую Статистику выживших, статистику умерших, статистику попавших хоть в такой ДТП Статистику вот таких-то штрафов И когда ты это держишь в голове, это позволяет ко всему относиться очень холодно Потому что это неизбежно Есть вот такой-то процент людей, которые каждый год попадают в ДТП Ну, в смысле, там, из 100% автомобилистов, там, пускай 25% ежегодно попадают в ДТП Вот однажды настанет момент, когда ты пополнишь эти 25% В этом нет ничего страшного, как бы, если только, не дай бог, статистика смертности Вот Нужно, ну, принимать этот факт Просто принимать Итак, перейдем к конкретике Первый мой штраф был за превышение скорости Я ехала 83 км в час Просто спиди-гонщик Это было буквально на третий месяц того, как я села за руль Я въезжала в Калугу, и что-то на перекрестке я не сбавила скорость Камера стоит на 80 км, ну, как бы на 60, да, но допустимо 80 Я ехала 83 Пришел штраф Больше вот таких вот штрафов с камерами у меня не было Однажды я вылетела с трассы, но за рулем была не я Вылетела с трассы на льду Это не оформлялось ни как ДТП, ни как штраф Ну, просто, чтобы, ну, пополнить, да, список всего произошедшего Это была зима, колея, лед И мы ехали по трассе Козельск-Калуга Вот, и в какой-то момент То ли обгоняя кого-то, то ли, да, по-моему, обгоняя кого-то Пытаясь строиться обратно в свою колею, достаточно глубокую Машину начало заносить И нас просто выкинуло на обочину с трассы, развернув Но, благо, мы не перевернулись Мы только вот развернулись и туда, в сугроб выехали Машина не пострадала, мы не пострадали Выехали, поехали дальше Но потряхивала еще очень долго Это было в первый или второй год жизни в Козельске У меня ДТП с трактором Я считаю, что это одно из самых нелипых ДТП, которое вообще может произойти Меня в этот день довел начальник до слез Меня трясло, мне было очень плохо Время было к 8 или 10 вечера То есть уже темно, была зима, снег И я была в соплях, в слезах Мне было очень плохо, грустно И вот, наконец-таки, я закончила свои торговые точки Я приехала к дому Я сунулась во двор Там было все занято Я объехала дом Выезжаю с прилегающей дороги обратно как бы на главную Ночь, тускло освещение фонаря И трактор едет, крадется без опознавательных своих этих знаков Просто едет, там, не знаю, свои 5 километров в час А я плетусь свои 2-5 километров в час Просто вот медленно-медленно Я выезжаю на дорогу Я не знаю, как я его не заметила Просто я не представляю Я говорю, настолько, видимо, уже вот перед глазами все плыло Что я просто бочиной, фарой врезаюсь в этот трактор Оттуда выбегает мужик, начинает на меня орать, матом крыть Там прям вообще начинает крыть меня матом так, что я не могу ему ничего сказать И я так не люблю, когда на меня орут Меня это так сразу демотивирует Мне так становится от этого противно Я не то, чтобы перестаю уважать собеседника, а он для меня как будто умирает в этот момент Вот только на меня кто-то поднимает голос, вот все, он умер Вот, примерно такое у меня отношение И я понимаю, что с мужиком у нас диалога не получится Я у него спрашиваю, я говорю, что делать будем Он такой, что, что, ментов вызывать А вот как бы, чтобы было понимание У меня в бампере отвалился кусок Ну там, небольшой У мужика, у трактора вообще как бы ничего в заднем колесе Я въехала ему кончиком своего бампера в заднее колесо Вовремя там остановилась Вообще, ну, могли бы разъехаться на изи просто Но не разъехались Думаю, ну ты дурак, что ли Я чуть отгоняю машину Мне потом объяснили, что, ну, типа, нельзя покидать место ДТП Но мы настолько неудачно стояли Настолько это затруднило бы движение всех тех, кто живет в этом доме Что, честно, вот, ну, я думала об этом А не о том, что там меня могут осудиться А то, что я покинула место ДТП Я отъезжаю в сторону Вызывают этих ментов Гайцов Они приезжают Через два часа И все это время я сижу в машине, да, топлю печку Спрашивают, что случилось Я им говорю Они такие, типа, тут же вообще фигня Чего не разъедетесь-то Я говорю, я вообще на изи могу разъехаться Мужик орет, я не могу с ним уговорить Они подошли, поговорили с мужиком Что, ну, как бы, чувак, ты какую-то херню делаешь Вот И все Мужик уехал на тракторе У него не было претензий Ну, то есть, у него с трактором все в порядке, все нормально И гайцы уехали И я пошел домой Вот И это ДТП, оно никак не было оформлено Никаких протоколов, ничего Можно, как они мне объяснили Было бы обойтись распиской Ну, типа, вы пишете там Та-та-та-та-та Вот состоялось такое-то ДТП Претензий друг к другу не имеем Рвете эту расписку Одна остается у тебя, другая у него Ну, на всякий случай Разъезжайтесь на В разные стороны На всю оставшуюся жизнь Вот Другое ДТП у меня было с фарой Я въехала в зад таксиста И это было На скорости Даже не на скорости Это было, знаете, вот когда Ну, кто водитель Отпускаешь педаль сцепления И у тебя машина начинает катиться с горочки Ну, с микрогорочки То есть не с горочки А вот Маленькая-маленькая разница в уклоне Вот И вот на вот этом вот Я въехал То есть даже не один километр в час Я въехал чуть-чуть В задницу таксисту Потому что мы с ним вдвоем Выезжали с прилегающей территории На главную трассу И вроде бы машин уже не было Он начал движение Он поехал Я смотрю налево Ну, не появились ли там машины Могу ли я выехать за ним И таксист резко тормозит Я не знаю, почему он это сделал Ничего для этого не было Он просто как дурак резко затормозил Я въехала ему в жопу У него все нормально Даже ни царапинки, ничего У меня разбитая фара Пытались вызвать ментов Менты не приезжали Приехал комиссар Комиссар попросил за свою работу косарь Ну, как, сначала попросил полтора Но я сказала, что у меня с собой только косарь Ну, это была истинная правда Я показала ему свой Как бы Сбербанк онлайн Сказала, что мужик больше нету Вот Он такой, типа Ну, окей, ладно Давай косарь, короче Вот, опять же Спасибо большое этому комиссару Очень быстро Эта ситуация разрулилась Буквально минут сорок Потому что, ну, менты Очень часто Тянули до последнего Чтобы приехать И Этого Таксист вышел Такой орал Типа, заплати мне восемь тысяч Ты повредила мне внутренние Всякие Баки Мои жидкости Я такой Смотрю На его, как бы Ущерб машины И просто Так, мужик, ты идиот Я не знаю, сколько ему В итоге компенсировала Страховая Но Там ущерба толком не было Я даже уверена Что он Вот Со страховой толком Ничего и не получил Потому что, ну Вот Вообще он без повреждений Ну, вот вообще Ну, фару я уже обменяла У себя за свой счет Там, как бы, ну Это посильная сумма Средств на отечку И плюс Страховая, как бы Я не думаю, что таким занималась бы Был у меня Неправильный разворот И вот здесь Спасибо большое Тем гайцам Которые мне попались Неправильный разворот Из-за того, что Повесили новые знаки В одном месте И было непонятно Как там ездить Что Ну, сложный реально момент А никто никогда Не пояснял Не разъяснял Потому что, ну Только-только Ситуация Вместе Вот в этом образовалась И Реально Ездили все Как угодно Никто не понимал Как надо И такого же Перекрестка Как В этом месте По городу Никогда Нигде не было И я делаю Разворот В неположенном месте Меня тормозят гайцы И говорят Вы нарушили Я говорю А что нарушила Мне показывают на знаки Говорят Вот Вот тут Так нельзя Можно Так Я смотрю на знаки Я говорю Извините Я не могу понять Ну Я понимаю То, что вы мне говорите Что я что-то сделала Не так Я не понимаю Что я сделала Не так Потому что Вот знаки Как бы Здесь висят Достаточно Сомнительные Гаяц Мне поясняет Поясняет Он реально Ну понимает Что я не вдупляю А я искренне Не вдупляю Вот В новое Его объяснение Того Как там правильно Делать Я Въехала При этом Я ему Объяснила Что передо мной Очень много людей Делало так Как я Поэтому Я Ну У меня не было Примера о том Как это сделать Правильно Я видела Как делают другие люди Я сделала так же Я не думала Что это неправильно Он посмотрел Историю моих штрафов Понял Что у меня не было Каких-то штрафов Таких Ну Там Серьезных Или неуплаченных Или еще что-то там У меня вот только Скорость 83 километра была И все Соответственно Ну Возможно Я вожу аккуратно И Ну Тут возникло Недоразумение А штраф За разворот Не в том месте Он достаточно большой Возможно Не помню Что с лишением прав Но сам штраф большой И он Вписал мне штраф За тонировку А он меньше И вот Спасибо ему большое За это Он меня тогда Очень выручил Тогда были проблемы С зарплатой Вот И прям Я очень благодарна Вот этому вот Мужику на дороге Спасибо ему большое И Последний штраф Который у меня был Это штраф был Не так давно По осени что ли На пешеходном На пешеходном переходе У нас Около дома У нас здесь Проблема с парковками И Я кинула машину На ночь Около пешеходного перехода И Как сказали Менты Гайцы Неважно Что типа Нам из вот этого дома Соседнего Поступила Жалоба Что ваша машина Тут стоит Мы приехали Мы могли бы вообще Вызвать эвакуатор Но вот мы вам Выпишем штраф И типа ну Не ставьте так больше Слишком близко К пешеходному Из-за вашей машины Там Я ж мамки Не увидят Проезжающие машины Не переведут Своё чадо Через дорогу Я такой Ну окей Как бы Вот вопрос Действительно У нас В соседнем доме Живёт Какой-то стукач Который Отслеживает Кто как паркуется И Обзванивает ментов Или менты Просто мимо проезжали И решили свалить Это всё на Придуманного чувака Но это Останется загадкой Вот Но Спасибо Что реально Не вызвали эвакуатор Могли бы Правда могли А эвакуатор Это Ну тысяч на пять-шесть Ты попадаешь Сразу у нас в городе Вот здесь Штраф обошёлся По-моему В полторы тысячи Но за своевременную Оплату В 750 рублей Что-то такое Вот такие вот Пирожки на дорогах Если у вас были Интересные случаи Пишите Обсудим Поговорим Вот Дорога Это Удивительное место Это новый мир И вот Каждый из этих случаев Много он меня научил Вот Начиная от того Что ты сам Берёшь ответственность За свои действия И не получится Спихнуть на кого-то ещё Заканчивая Тем, что Всегда можно попытаться Адекватно Подойти к решению вопроса Договориться И Держать голову в холоде И не паниковать Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова